здравствуйте ребята 6 30 утра выехали на 4 рыбалку за рулем не буду разговаривать придано водоем включу ребят ну вот подъезжаем к нашему месту осталось уже немножко минут 35 может такая у нас дорога жене до телефончик поснимать дорога конечно здесь для легковой машины не лёг но она накатана но когда здесь дождь проходит легковая здесь не выйдет только на джип сразу машина начинает плыть с левой стороны у нас деревья тут у нас сад чей-то яблочки растут справа у нас типа леса посадка лес потом тоже кстати сейчас увидите тоже сад для мы подъедем урожай собраны деревья подрезаны вот мы доехали друзья где-то за 50 минут в принципе живя в ростове до водоема недолго очень хорошо единственное еще раз говорю нужно выбрать хорошую погоду чтобы не застрять ребята спортсмены и кто ловит рыбу здесь они знают а кто если новенький захочет приехать пожалуйста рассказал дорогу сами анализируйте вот сюда мы на право ребят поворачиваем да вот конечно нужно здесь джип или внедорожник раз ford машина низкая загруженная цепляем все даже мелкие камушки вот ребят подъезжаем погода тихо спокойно подъезжаем к водоемчику рыба уже плещется помещение смотришь куда еще больше до вода ушла от непривычки ребят воды здесь всегда конечно много вот по самым вот эти столы ну сожалению ушла водичка поэтому мы до жилой валя здесь есть да это далеко от воды ром почему вот вот не давай ниже здесь ты хочешь еще еще чуть-чуть машина ты миша ребят на вот мы приехали сейчас посмотрим что тут как тут не все так же вот здесь ой анти пар идет прохладно приехали мы на двое суток вода вот ребят видите от беседки в вода вот все время вот так вот до самых беседок доходила то бишь и так столько ее ушло но тем не менее рыба есть здесь ребята глубина большая тут глубина в районе 5-6 метров поэтому будем ладно нет также что досталось мне кажется но смотри принципе где мокро может быть до ловить будем ребят от ребята ловили прошлый раз вот здесь вот на той стороне от под его вот здесь и под коряжкой вот в том месте будем ловить ребят вот у нас так вот машина сегодня загруженная она просто загруженная вот так вот смысле выкладывать ну да у нас же нет стола я бы вообще бы знаешь как сделать сюда палатку поставил сюда машина около и на стол бы выкладывался них есть блин ребят рыба вообще выскакивает а интересно и такая видно тут большая ребят расставляемся все в процессе у нас уже рот подик поставил сейчас будут сигнализаторы с фингерами ставить вот варики стоят и вот под 5 удилища у меня две стоечки как на прошлый раз кстати и была поймана рыбка супруга вот у нас палатку выставляет шатерчик наш маленький вот так у нас причиндалов это только моих а вот еще супруги ны и мух начислав рахин и короче у нас тут надо менять машину скоро видала выход рыбки продолжаем собираться раскладываться точнее сейчас я буду этот и сейчас включу видео чуть-чуть поснимаю чё дело покрутилась так ребята ребят пользуюсь я значит удилищами значит у меня вообще фирма дайва в этом году мне друзья переписки в барахолке да и так порекомендовали посоветовали удилища взятой дайва мк значит вначале у меня было дайва блок видом три удилища честно неплохое удилища но у меня показалось легковато и сильно мягкая ну я даже купил три штучки одни попробовал раза два и мне что-то они не подошли как говорится не легли в руки вот ребята посоветовали мне им касты взять неплохие удилища 45 лб но они ведут себя как 35 лб очень приятные такие мягкие на выважение посмотрите если что с кем рекомендую очень хорошие вот ручка тонкая легенький бланк не жесткая не дубовая мягкая и до 4 5 лб катушки у меня ребят дайва венка дайва венка 5000 5500 кода ну вот до этого были шумана ультегра хотя и 14000 но тоже скажу честно мне не они не не друзья просто не люблю кому-то может и подождут я даже сезон сезончик сезончик порабачил может их нужно было конечно ребятам подшипнички поменять как говорится довести до нужной работы но я считаю если покупаешь катушки за такую цену я считаю что там ничего не нужно сделать а они новые и как бы кто-то показал вам что там вот у а у у у у у у вот ребята рекомендую кстати м касты 45 лб ну как бы я со своим ростом 12-футовые беру кому-то конечно 13 подойдут я кстати не пробовал еще ни разу 13 не бросал не кидал как бы попробую может быть перейду ну мне кажется что для меня у нас из оснастки тоже ребят подготовил я не знаю что то мне так честно в этом году мед нравится хоть сейчас холодное время года уже прохладненько все равно что от меда не отказываюсь подготовил все равно 2 оснастки на мед значит в основном работает мед и попавчики в основном ребят светлого цвета да там но желтого цвета я делаю да там желтого ярко желтого попав работает от сливы мне очень нравится в этом году я наверно большую часть рыбы поймал на снастку мед также клевалый амур также клевалый карп поэтому будем пробовать по-любому честно скажу прошлая рыбалка мед ну не дал никакого даже позыва на поклевку ничего не было не поклевки не там протяжки не какой будем пробовать сегодня может выбрал неправильную точку ребят приезжали во-первых на сутки за корм был в двух точках в 1 сладко сладкая . другая более мясная и острая да там рыбная мясная вот но сработала мясная . сегодня попробую еще раз мы приехали на двое суток я же еще раз говорю не будет работать мед значит будем ставить мясо там острые специи так ребят а вот других два удилища у меня получается дайва винкаст как катушки винкасты такие то да вот эти удилища я не спорю они жестковатые но скажу так при грузе 120 грамм 120 грамм плюс стик получается да там если там был прогиб да там кончика есть идет весь бланк но при грузе я же объясняю вам прогиб происходит посмотрим они тоже 45 лб 35 не взял почему-то не знаю может и надо было 35 взять посмотрим ребят может быть возьму тебе два им каста есть у меня мыслях взять 2м каста это как под запас как с помпового удилища будет ребята закормки у меня сегодня будут значит вот так вот значит . будет я в дальнейшем покажу вам значит зерновая это будет у меня основа сегодня я добавил два ингредиента в зерно я если честно никогда не добавлял их у меня в основном и шла пшеница и кукуруза сегодня я добавила ребят дополнительно это у меня идет значит горох попробовал первый раз взял ну вот и техническая конопля ну кормовая конопля ее взял немного ни разу не варил попробовал кстати получилось по отварить как там ребят говорят что нужно чтобы она закипела потом дать ей постоять набраться раскрыться все это произошло все раскрылась постояла водичка получилась масляная ну посмотрим ребят ну для себя вывод я сделал так что мне кажется что все таки наверно лучика на пельку поджаривать я думаю она если дает такой запах от семечка да ну вот луч его я думаю поджаривать может даже где-то круши или где-нибудь и промолоть и добавлять в стике мне кажется будет больше будет эффект ну ребят это уже на следующий год как бы сезон пытаемся закрыть честно и не хочется закрыть это наш единственный наверно в этом году отдых и расслабление от всех проблем и а здесь куда буду ставить а самковский ребят ну пока видео выключу пока раскладываем сейчас просто покажу быстренько супруга у меня видите пока палатки нет делаем такой шатерчик прикольники а вот решили ночью кстати зажечь огонь греться и возможно картошечку пожарим ребят но пока выключаясь вот так выглядит моя точка будем раскладываться ребят ну вот наконец-то мы значит можно сказать расставились значит здесь у меня будет мой стол монтажный здесь буду я находиться здесь будет у меня стоять удилища тут будет прикормку делать я буду значит ну а так вот мы будем ловить дровишки взяли же говорю картошечку хотим не поджарить мундирах рома мы на что не взяли что фоксик а где чай делать а чем мы можем делать ну что интересно интересно что это было что-то лучше делать наверное потому что с вечера не кладешь за что ты все время что-то пьешь нам нужно обязательно может это тут магазины есть место где есть что-то продают да надо уже давно что-то купить я тебе говорил давай чайник купим вообще нормальный чайник карповый куплю и все пьешь дышишь это идем Смотрите продолжение в следующей части. 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 А, ребята, у меня вот здесь карп здоровенный ушел. Я вот дотянул его. Здесь он у меня оборвал оснастку. Точнее сошел. Красиво вот такие ступенечки. Так, белый вагончик, да? Идем. Чайнички взял, ребят. Иду на место. Вот такая природа. Деревья пауковырченные. Может, может, урожайные. Может, урожай не было. Может, что-то будет интересное здесь. Ту-ру-ру-ру-тун. Сейчас хочу, значит, что сделать. Просто со стиками побросать. Точки примерно и знаю я. Побросать со стиками. Потом приготовить кормежку. И с той стороны обойти. Или с лодки, может, или с той стороны. Вот так вот сделать. Ура, нам повезло. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вернулись в нашу точку. Наташ, только помой. Он такой пыльный, помой. Внутри чисто, я смотрел. Значит, ребят, буду сейчас немножечко монтажи уже делать. Они уже готовы, в принципе. Со стиками. Значит, сейчас я хочу поставить динамита Source, белый пупакчик. И Source, 15-й бойл, варенку. Скажу почему. Потому что в прошлый раз на мясо сработало у меня. Поэтому и у меня получается стик такой же. Здесь, значит, у меня получается Робин Рэдом он залитый. Робином он залитый. А внутри у нас мясные бойла. Вот так, ребят, я сейчас делаю. Сейчас, пять секундочек, пойду ведерочко возьму. А работу позвоните. Ребят, монтаж онлайн. Оснастка была у меня, значит, мясная. Значит, сейчас оснастка будет у меня фруктовая. Такой хороший стик. Сколько стоит этот набор, что он купил, например, 3? У кого чайник этот? Угу. Да, но я хочу чайник сразу, что я сказал, брать вентиляцию. Вентиляцию. А литровый? Ну он там идет 1,5. Нет, 1,5 не будем брать. Там есть 1,2 литра. Ребят, кстати, новые крючки хочу попробовать. Не знаю, как они поведут. Ребят, какие, ну, честно. Посмотрим, будет поклевка, не будет. Если будет сход и что-то непонятное, крючки поставлю свои старые. Нет, не пропал. Так, и надо впадать. Куречки что-то едят. Ну что, раз не было, да? Ну, Ром, выходной еще был. А, ну да, что-то. То есть, что думаешь, что сегодня выходной день? Вот. Ага, получается. Ага, получается. Ага, просто блин, аска. Пропустите, потому что ну, я здесь, не знаю. Хи-хи-хи. Она быстрее будет. Да, смотреться. Я в ужасе был в первый раз, а, нет, у меня на этом золотом береге такая письма была, хочешь я рассказываю, тоже за палец засутилось, нет, точнее я открыл его, она сейчас видела, что случилось, за палец засутилось, всё это еще идет, в том числе и теперь мы определяем, и в этом случае мы смотрим, остается, к примеру, тоже знаю, что происходит, пока не нашел, не нашел, не нашел, не нашел, не нашел, не нашел. Так, ребята, два будильща подготовил, продолжаю дальше. Ребята, наконец-то я раскинулся, смотрите как получается у меня будет, значит две точки будут вот там вот у меня под его, я видел ребята ловили, закармливались, нормально доставали рыбу оттуда, но правда на следующий день две точки под коряги там рядом же сразу находится, вот здесь. И одну точку я взял, вот видите коряга третья, ну кинул прямо не под коряги, пока поближе, значит первая у меня будет оснастка, это я же вам говорил, значит будет у меня первая оснастка, это мед, желтый поп-ап лихоносовых и варенка лихоносовых. Вторая оснастка у меня будет адинамит, соурс, белый поп-ап и пятнадцатый бойл. Значит здесь у меня оснастка получается, специи от Эли Корпуся и розовый поп-апчик. Здесь получается у меня белый поп-ап, на что я поймал адинамита и специи от Эли Корпуся, только бойл двадцатый. А здесь ребят у меня получается будет мед, значит поп-ап ричвард и варенка от братья лихоносовых. Рыбалка началась ребят, пожелайте мне хорошего улова, как говорится ни хвоста, ни чешуи, возможно может быть будет закрытие сезона. Ставлю пока телефончик вот так, если что-то клюнет, ребят буду включать. Кстати вот эти боковые стойки, что здесь, что там, и здесь видите я сделал, вечером хочу костер небольшой, с двух сторон, и стойки ребят купил. Недорогие лампочки, я вам в дальнейшем покажу, чтобы освещало помещение, три штучки взял, чтобы вам было видно, как если рыба клюет, вываживаю рыбу. Сейчас ребят буду прикормку делать, что он даже берет интернет лучше? Да? Вот хорошо. Друзья, вот маркируюсь маркерной резинкой, кстати очень хорошая штука помогает. Ребят, вот стики смотрите, получились у меня, значит это сладкий стол, как я всегда считаю. Я всегда делаю в ходе, значит два вида сливы, ананас, клубника, это у нас мясной стол. Получается пелец рыбный, белочан, монстр краб, специи, ну и купапчики. Пока закинул стики, ребят, буду прикормку делать. Сейчас покажу, что у меня сегодня нет прикормки. А сегодня еще у нас будет развлечение, мы будем заниматься стрельбой. Ребят, закормиться, наверное, буду с той стороны, с ведра и с ковша. Время сколько у нас, Наташа? Можешь сказать? Время ровно 10 часов утра, мы закинулись. Давайте посмотрим, какой нам даст этот результат. Ракета, возможно, сегодня не понадобится, ребят. Кстати, катушечку взял, жена щучку походит, половит. Возможно, половит. Возможно, половит. Оставим все туда. Пошли. 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 Молодцы. Ребят взял. Закарливаться будем с этого ковшика, ребят, на той стороне. Посмотрю, как получится. Нет, возможно, может лодку возьму, но если что нет, тогда буду ракетой работать. Сегодня я затарился, хорошо прям хочу попробовать закрыть удачно сезон, по крайней мере на этом водоеме точно. Значит, это кукурузка у нас идет. А, кстати, Наташа дероваться. Ты видела дероваться? Да, машина наверное. Где? Справа. А? Справа. Нету справа. А, лишний. Хорошо, что не открыли. Навигатор включил. Нет, это по-моему не так она. Это опять пикнуло? Каким цветом? Не вибрировало? Странно. Может батарейка. Но это левая сторона, это может быть зеленый, красный. Это получается у нас где-то поменял ее. Так, ребят, смотрим, да, там снова кукурузка у нас идет. Может рыба цепляет там по леске чуть-чуть. Опачки. Так, ребят, здесь у меня... Смотрите, значит здесь тоже получается пшеница. Ну, я немножко кукурузы подкинул. Кукурузка у меня получается и горошек. Даже видно, если посмотрите. Вот так вот получается у меня. Сейчас мы пересыпем все в одно ведро, ребят. Я так сделал побольше. И я так сделал побольше. Я так сделал побольше. Ну, все, что получилось. А по-моему, все. Вроде с него всегда очень вкусно. Ну... Вот так вот. Три. Какой. Вот так вот. Вот так вот. Так, ребят, вот она конопелечка. Посмотрим, как, что. Распределим ее. Еще, наверное, ведерко надо пересыпать буду. Сейчас я отсюда отсыплю ее. И посмотрим. Тоже первый раз делал, там варил. Думаю, получилось хорошо. Почему? Потому что, вот как говорится, не знаю, вот как говорили, раскрылась. Вот всем потно смотрится. Запах чувствую. Надо будет с ведра, наверное, вылететь. Красивый замес. Наташа, ты мне, честно, думал, клюет уже. Что-то это или рыба гуляет, цепляется. Слышишь, как бы и там, и там, видишь? Так, ребят. Так, секундочку. А, вот крышечка еще. Так, значит. Вот еще такие у меня бойлики будут. Пылики 26. Чистые. Здесь немножечко, это Холибуд. Запах острый. Я вот их немножечко порезал. Вот, возможно, даже, ребят, я попробую, может, на ночь поставить. Посмотрю, как они по работе. Это я у друга приобрел. Мне просто интересно, что как будет. Привлечет, рыбу не привлечет. Так, и смотрите, как лужен на мед. Не, на мед, конечно, уминентный, конечно, запах. Офигенный, ребят. Вот этот мед, вообще, рекомендую. А, блин. У них, конечно, мед, это огонь. Мне лично мед их не очень сильно нравится. Вот он. Какими-то нажимчиками я пользуюсь. Вот этот Blackfish, кстати, тоже бойло приобретал пылики. Ну, неплохие, честно, не понял их, как бы, ну, запах приятный, слива огонь, клубник огонь. Blackfish, как бы, ну, половить не попробовал на них. Да, они для длинной сессии пылят. Они вот именно отдают для себя краску воды, запах этот, ну, распаряются в течение, ну, трех-четырех дней. Вот. Ну, возможно, на них можно будет уловить. Надо будет в следующем году попробовать в следующем зоне. И сами эти 2-килограммовые, приятные, можно вот так вот складывать что-то. Так, ребят, смотрите. Значит, залью я. Значит, смотрите. Я сюда залил вчера Робин Рейда. Ага. Так, ребят. Точнее, простите, это была Миласа, а вот он, Робин Рейд. Вот так вот мы дадим. Миласки, да-то добавим. И еще я хочу добавить меда, ребят. Как всегда, меда. Мед это, блин, это, честно, огонь. Мед мне вообще сильно нравится. Вот так вот. А, кстати. И еще я добавлю сыпучки, чтобы пылило. Я взял, значит, конопельку, как у нас присутствует конопелька. Ребят, сейчас перемешаю это все. Наташа, хочешь посмотреть? А? Ну, а вдруг не получается. Пойди, посмотри сверху. Я что-то так не посмотрел. Вожми, на паузу все тяну. Давай, давай, посмотри. Чтобы я хоть видел, получается, не получается. Ты можешь прямо со стативом брать, если что-то подносить поближе, подальше. Ребят, вот такой получается прикольный у меня микс. Очень хороший запах. Вот, в принципе, можно и туда, посмотри, видно. Хорошо. Меня тут. А? Ну, так, нету ведро. Возьми, вот, со штабилом покажу. Приблизь, как прямо, да. Так, еще вот, ребят, я же говорю, как у нас получается здесь, значит, бойло-мед, холебуд, конопля, горох, пшеница, кукуруза. В принципе, уже, как бы, это можно будет кинуть. Но хочу я еще, все-таки, приобрел я, как конопля присутствует, вот такой, немножечко кашки, конопелька и сливки. Как у нас сладкий стол еще присутствует. Добавлю еще вот так, посмотрю, для пыли. Получится, нет, значит, не будем делать. Сейчас дадим пропитаться, снова там, ребят. Запах, если честно, очень вкусный, пахнет. А, кстати, еще, я увидел, как парень, знакомый, добавлял глушеное молоко. Белое молоко составляло пыль тоже. Вот, мы купили такие два пакетика. Посмотрим, что там оно даст, не даст. Интересно же самому стало. Опачки. Ну, я вчера, если честно, ребят, уже эту сгущенную молоко попробовал с хлебом. Посмотрим. Сейчас дадим при кормочке полчасика настояться. Перемешаем. Дадим настояться. И пойдем на ту сторону забрасывать, ребят. Запах прямо увеличился. Не знаю, надо было, конечно, кашу для пыли. Не надо было. Посмотрим. Хорошо. Сейчас я еще и добавлю, ребят. У меня вот есть амина-365. Кстати, очень хорошая штука. Фруктовый. Ну, точнее, карамель на жапах. Той же мне очень сильно нравится. В следующий сезон обязательно куплю. Опачки. Сейчас, Наташа, настоится немножко и пойдем подзакинем на ту сторону. Сейчас, конечно, получился прямо густоватый. У нас стол. Какая была? А? Ты что, стоишь прямо рядом, не слышишь, что ли? Не, ну это не батарея. Батарея бы так пик-пик, а потом бух, и все. Это что-то где-то, может, подошла, может, что-то... Я так положил. Да? Не надо так? А как? Ну, попробуй поднять, тебе получится поднять, конечно. Не, если тебе неудобно, так, конечно, там с силом поднимается. Убери с воды, конечно. На, Наташа, выкинь, пожалуйста, вот эти штучки. Сгущёнка. Сгущёнка. Сгущёнка, ребят. Спустил я сгущёнку. Помощница моя, посмотрите. Все палатки, всё есть, готовят. Я только вот. Ротпот, бузбары, корм, арсенал. Всё остальное делает она. Мне повезло, ребят. Чувствую, когда приобрет эту палатку, дотрагиваться до неё не буду. А, и вываживание рыбы. С пацаком работает она. Я забыл, когда я вообще дотрагивался до неё. Наверное, даже уже разучился. Так, ребят, ну вот делал я прикормочку. Сейчас я дам ей настояться. И, наверное, пойду попробую с той стороны. Покидаю её. Запах бомбический, конечно. Хочу, знаешь, что делать? Пойди, закинуть. Посмотри, как она. В воде сработает. Вот эта пыляка. Давай, я к ней. Да нет, вдруг не сработает. Ну что, вырели. Ребят, вот я взял немного. Сейчас посмотрю, как она вообще будет в воде вести себя. У меня у Сани тогда было много сгушенки прямо отбила. Пидно. Тут просто, знаешь, всё может быть ещё. Получается, что мы же кинули. Ну да, нет, есть, ребят, пыли есть. Ну, думаю, рыбу приманят, тем более. Мало было. Мало? Ну ты нормальная, в общем. Ну, посмотрим, да. Не, ну да, белого, как бы, ну, прямо белого. Я теперь буду включать, у нас кускул было бы, да? Ну, такая, бутылка, знаешь, продают, армяне продают. Я видела, ну, просто не было по дороге. Не, можно, конечно, попробовать, знаешь, что делать. Сейчас я посмотрю. Ребят, ну, сейчас настоится, потом включим. Друзья, ну, вот подкормил я вот эту точку, значит. Значит, вот у нас с той стороны машина находится. И удилище, да? Вот, значит, я вот здесь подкормил точечку. И вот здесь, где Ива, надо будет еще под вечер закинуть. Вот у нас Наташа уже залезла. Ладно, ребят, буду возвращаться на место, а то оставили. Природа очень красивая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сейчас, пока рыба не клюет, у нас будет сейчас небольшой турнир. Мы стреляем с пистолетика. Кто лучше стреляет? Наташа? Наташа или Рома? Так. Смотрим. Нет, очень близко подальше надо. Вон, по-прай. Поверните. Иначе. Ребят, давно с пистолета не стрелял. Видно? Да. Давай, сюда отойду. Ну, какая твоя? Моя левая. Правая-левая, да? Да. Так, ребят, посмотрим, что получится с этого. Ого, видела? Нет, дальше давай. Низко стреляем. Так. Бьем вот так. Подскакивает? Да. Он бьет нормально чуть-то. Так, ребят, сейчас остановимся. Так, а что ты подальше отходишь? Ну, просто стреляет, видишь? Три выстрела. Твоя очередь. Я буду близко. Вот, смотри, что туда углублено. Так. Короче, смотри, можешь и так вот раз и стрелять. Потом опять раз и стрелять. Подожди, вниз, смотри. На меня не смотри. Ого, я поймал пятерка, пятерка. Да, потом посмотрим. Петройка. Ого. Ну, ты подойди поближе. Смотри, как стреляют. Знаешь, как стреляют люди? Нет, такие, ровно вот такие. Вот эта, типа, стоит вот эта. Да, вот здесь все нахожусь. Попало, вот ты у меня в черную, ты видишь? Ой, подожди, подожди. Ребят, стреляет Наташа. Смотрим снайпера. Ну, да. Смотри, как делаешь. Вот так берешь просто. А, вот это отпусти. Вот так. Раз. Это тебе, чтобы легче стрелять. Вообще, можешь не опускать. Угу. Два. Не надо опускать. Просто теперь попробуй так. Может, тебе так лучше будет. Давай. Все, ребят, смотрим. Да, три выстрела. Смотрим результаты. Ну, что-то я вижу. Смотрим мой результат, ребят. А где мои остальные? Мимо, да. Смотрим, ребят, давайте посмотрим. Значит, что я попал. Получается, я попал две пятерки и одна тройка. Ну, Наташа, крутизна была в начале. С первого раза. Пятерочка. Ближе к шестерке. А потом тишина. Ну, алянь. Ну, все просто... Вот, и вот раз мимо стрельнула. Ну, вот. И вот она два. А, да? Да, вот это и три пуля. Так, ребят, сейчас я стреляю. Поставим вот так вот на мишени. Я увеличил. На, подержи вот так ровник. Нет, зачем так близко? Не интересно на мишени. Нет, она будет видна. Потом... Бум. Нет? Нет, потом снимаешь, когда уже близко. На, я тут увеличил. Может уменьшить? Вот так вот, да? Смотри, вот это есть. Обычно. Вот, как обычно. Так, три выстрела моих. А, че, у меня было две пятерки и тройка, правильно? Да мы соберем потом, давай. Да как ты потом соберешься? Ну, как? Обыкновенно. Да никак. Просто, это ровно возвращается. Первый выстрел, ребят, была классика. На меня пока. Первый выстрел была классика, как стреляется. Второй выстрел я сейчас делаю. Мне нравится стрелять вот так, боком, ребят. Смотрите. И третий выстрел делаю просто. Потом соберем. Продолжение следует... Так, ребят, значит... О, смотрите, профессионал уже бьет. Значит, было 5-5-3. Сейчас 9-10. Восьмерочка, ребят, видите? И один... Ну, Акела промахнулся. Глянь, как твой муж бьет. Профессионально. Итак, ребята, даем оружие мадемуазели. Это Южная Корея. Да, можно опускать. Ну, опускай, да. Вот этим пальцем опускай. Подойди поближе. Вот, Акела стреляй отсюда. Поближе подойди, вот прямо к этой штучке. Нет, не хочу, она же... Отскакивает. Всё, ребят, патроны закончились. Было 10 выстрелов. Сейчас нажмём паузу, перезарядим. Красную опускаем вниз. На себя не смотри, опускай вниз. Вот. Теперь вот этим пальцем, вот этим, да, вот этим пальцем. Это для тебя, чтобы было легче. Так, ребят. Теперь три выстрела Наташи. Раз. Что-то уже я вижу где-то рядом. Ты правильно хоть стреляешь? Понимаешь, как стрелять? Нет? Два. Ну, я тебе скажу честно, ты ещё ни разу не попал. Аня, нифига себе, ты захерячила. Почему? Ребят, снайпер стреляет. Три. Идём смотреть, ребят. Нифига себе. Вот это выстрелы, ребята. Я в ужасе. Двойка, семёрка и девятка. Ребят, я вам сейчас увеличу. Это вот попытка номер два. Мы сейчас по очкам потом посчитаем попадание. Смотрите. То бишь, она попала пятёрку в прошлый раз и всё. Сейчас она попала двойку. Акела промахнулся. И смотрите, она бьёт в девятку. И в семёрку. В девятку. Вот смотрите, частяк. Семёрка получается. Вот первый выстрел. И вот три чётко выстрела. У меня, ребят, честно, десятка есть. Зацепил. Вы же знаете, что если получается вот сюда, это уже десятка. Да, девятка, вот десятка захватила. То бишь, пока я впереди, ну вот попробую сейчас выбить десятку, ребят. Последние три выстрела. Моих и Наташиных. Так, найди, управляй. Сейчас я чуть-чуть уменьшу. Может, давай прямой эфир включим? Не надо. А давай в онлайне включим. Не надо. Потом может лучше выражать, но не надо. Скажем, ребят, ну, можете приезжать, кто хочет с нами порыбачить. Так, это мы сколько обоим стрельнули? Раз, два. А, это ж обойма, помню. А, ну да, обойму одну только устроим. Так, ну что, ребят, надо десятку попробовать выбить. Красиво. Вообще, стреляют правильно вот так. Чтобы легче было. Вытягивают руку. Вытянут. Подносим. О, ну да, вот частяк полетела. И вот пулька скочила прямо мне. Потом, Ром. Так, а теперь я стреляю по своему, ребят. Я не знаю, как там. Два. Десятки немножко попали. Ох ты, милая. Видела, там дерево. Видела? Нет? Держи. Так, ребят, хочу посмотреть. Подожди. Ну ладно, давай, ты стреляй. Я еще не могу одной. Она все тяжелая. Одной и не надо-то. Ты так, Микиса, хорошо. Ого. Пули вокруг меня свистят. Два. Не спеши. Три. Ребят, идем смотреть. Так. Ох. Гляньте, как она стреляет. Господи, ребят. Ну это профессионал. Я думаю, в разведке бы пошла. Она бьет, смотрите. Бьет 5-6. Нет. Вот. Вот она 6-7-8. Представляете, как? Чуть-чуть ее левее надо взять. Она была била бы 9-8-10. А посмотрите, я, Акела. Один-два пробил. Потом пятерку еще раз ниже. Так что я выиграла. Почему, А? Ну да. Потому что у меня вон сейчас... Сейчас посчитаем, ребят. Давайте считаем. Три. У меня три. Плюс 10. Получается 13. Плюс 10. 20. Плюс 8. 28. И плюс 2. 30. У меня ровно 30. Считаем у нее. Получается 2. Потом 5. Это 6-7. Потом 7 плюс 7. 14. Плюс 6. Плюс 6. 14 плюс 6. 20. Плюс 8. 28. И 9. А семерку-то еще одну. Я посчитал первую. Я посчитал. Нет, смотри. 2. 7. 14. 14. 20. 27. И 8, да? Да. 35. И 9. Ёперный театр, ребята. Она меня просто вздернула, блин. Что говорить? Короче, крутизна. Корея победила. Ура, 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 ура. Нифига себе. Вот это да, ребят. А я думал, что я самый крут. Меня посчитай. 44 у меня? Ну, что-то такое. А у меня по счету. 3, 8, плюс 5, 13. Вот это единичка же? Да. 22, 22, 31. 22 и 10. 32. Это десятка. Ну, 32. А у тебя, сука? 44. Ну да, у меня две пули мимо. Пошлите, ребят. Я расстроился. Пошел пить кофе. А ну-ка, на этот вид. А ну-ка, на этот вид. А ну-ка, на этот вид. На выстрел. Блин, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Друзья, время 2 часа, мы пообедали, к сожалению поклевок не было Рыбка плещется, маленькая рыбка Выходы были рывы рано утром, когда мы приехали Ну и все Вот у нас супруга, как всегда, хищника пробуют поймать Наташ, тебе кто-то звонит Света Техноармада, иди по работе Что-то непонятно ей Погода хорошая, жаркая, я в маечке Будет что-то интересное, ребят, включу Друзья, время уже полпятого Значит, я сделал закорм ночной, вечерний точнее, ну на ночь Вот уже какая красота, смотрите, заход солнышка Так, ребят, ну так же же говорю, что ловлю вот из патуивы И вот эта коряга Сделал такой, грубо говоря, квадрат, может 10 на 10 И еще одну точечку сделал, вот здесь, видите, ребят Коряжка такая, отдельно от всех Поставил туда попа плавающая Поднял над водой, сантиметра, наверное, 12 А? Вот, смотри, где коряга Ребят, ну, приветствую Поклевок вообще, если честно, я еще не увидел Но в прошлый раз у нас точно так же было Мы закормились Поклевок в течение дня не было Второй раз под вечер закормились И только ночь у нас склюнуло Потом мы уехали, а ребята, которые закармливались Получается так, что у них Поклевочки только были на следующее утро и в течение дня Ну, возможно, будет у нас Так, опять, смотрите, раньше был ветер Сегодня штиль, как бы тепло Ну, в принципе, погода радует Что это тепло и не холодно, как в прошлый раз Но единственное, что Был ветер восточный Но сегодня ветер был в течение дня западный Юго-западный, скажем так, теплый Но поклевок вообще не увидел я Поэтому, надеюсь, я, может, что-нибудь вечером нам даст Если нет, ну, тогда попробую поменять оснастки Поставлю, наверное, более какие-нибудь другие С другими попавчиками Закормку сделаю другую Может, более острую сделаю Что, ребят, давайте будем ждать поклевочек На связи Друзья, как красиво, вы себе представите, можете Такой закат красивый С Настей наша находится Мелочевочка, красноперочка, кстати, это плещется Вот так вот мы сделали Маячки у нас такие будут Горящие лампочки для видеосъемки Где центральная будет Будут направлять Пятое удилище Вот, смотрите Малышонок, что вытворяет Говорит, ты не ловишь Я сейчас поймаю большую щуку Оп, нормально бросил Сейчас, ребят, вот Очень красиво Такой фон прям Ребята еще приехали на двух машинах Посмотрим, может, что-нибудь они поймают Ветра нет, штиль Иногда ветер не нравится А ловится Иногда штиль ждешь Или хотя бы теплую погоду А не ловится Ну, мы на двое суток посмотрим Поймаем, поймаем Не поймаем, не поймаем Закроем сезон, не закроем Посмотрим, ребят По крайней мере У нас будет отдых сегодня Тем более Супруга ради такой Хорошей погоды Взяла себе выходной Это вообще Уму непостижимо Не каждая готова На такие вещи Все, ребят Что-то будет Включаю сразу прямой эфир Ребят, ну все Я перекинул Четыре оснастки Проверил все на месте Добавил стикл Значит Первых два у нас получается Я сделал мед И мясо Там мед и специи И последнее удилище Это у меня Пупапчик слива Вот так решил Сегодня порыбачить А там посмотрю, ребят Ребят Решили Костерчик разжечь Вот такой Вот Наташа Решила картошечку Положить Давайте посмотрим Вообще так ничего не видно Что я говорю, так не видно На точку-то все равно Светить надо Вот Что я покидаю Ты вот сбоку Вот сюда Ложи Сюда? Да, да, да Ребят, опять леса нас посетила Ну Давай вон маленький Который побыстрее Да, давай У нас есть снайпер Дали жару Ну как ты бросаешь Уникально бросаешь Дали, ребят, жару Короче Вроде побежала Так, точку одну Изменили, ребят Знаете почему? Потому что Скажу вам честно Увидели одну точку Я не знаю Кто там Что за монстр там Там просто Кто-то Плещется Здорово Именно в одном месте Я Подавлял А? Подавлял чем? Вот же Палку поставил Это мало Ребят Решила Они должны прямо Закопаны быть Понимаешь? Этого не хватит Блин, я же хотел Все время Купить Которги, знаешь? Можно, конечно, знаешь Как это пробовать Раз Два Печи Клинги Это не мягко Но Жарили Ставь Это будет Очень мало Даже Вот этого Будет мало Пирожок Не должно Так-нибудь Пирожок Подгорал Уже Подгорал Потребила Ему Мало Мы Подписываем Из картошки Поехали Чтобы Ухо 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 Было Нормально Она Должна Так-нибудь Закрыться Надо Таких Брёв Нахуй Побалуйся Слышу, когда срастаешь так тепло, да? Вот, да, вот так тоже. Это вот те, что я привез с собой, пеньки надо за ночь их сделать, он будет гореть, гореть, скинет все это, а потом уже будет. Сейчас рыба, ты знаешь, как-то вот она не очень такая, мне кажется, голодная, как была на той неделе, я думаю, на той неделе уже бы были поклевки, у нас вообще их нет. Ребят, рыба гуляет очень сильно, нашли новое место, вот почему-то рыба, выход у нее в одном месте, плюс-минус 5-7 метров от берега, перекинул точку со ститом, точка не закормлена, но может быть что-то получится, может все-таки стрельнет. Будем надеяться, а там посмотрим, ребят. Вот видишь, смотри, как побудут от чьи-то глаза, смотри на фонарь, смотри туда, где вот они, смотри, оп, видишь появились, оп, нету, оп, появились, видишь? Не, ну я не знаю, может там что-то свечевое такое белое, может не животное. Так что, ребят, будем ждать ночных поклевок, место сделали мы, все-таки фонари слабенькие, думал, чтобы три фонаря светили в воду, не получится, поэтому чисто будем делать карп, если поймаем, вытащим его, будем только так, возможно, завтра может фарами ставим вперед, попробуем, ребята приехали, кстати, фарами вперед, прикольно светит у них освещение, мне вот оттуда смотрю, даже нравится. Что, получается теперь? Тебе так справляешься ли мне с фонариком? Фонариком. Просто, когда если будет плевать, Наташа, ты можешь прямо вот так вот я включу фонарик, подбежать, посмотри, что паровоз, что-то это крутится, катушка интересная просто, ребят, бывает, снимает. А потом уже я потекаю и, ну, ты снимаешь камеру, поняла, ну вот, а потом, ну, чтобы не ставить на штатив, а потом, когда уже к берегу подтянем, уже можешь ставить на штатив. Сейчас я попробую поломать, Анна. Вот это сюда пригони. А вот, залегли. По нему уже, да, вот так вот ударить. Тебе надо вот столько, прямо делать, вот, смотрите, что я привезла с дома. Друзья, ну, была вот поклевочка первая. Обидно, конечно. Поклевка была сильнейшая, поломала мне прямо свингер. Прямо, я фрикционно ставлю на полузатянутый. Ну, прямо вот, был такой удар сильнейший такой. Бузбара развернула, и я потекаю, рыба тяжелая и сошла сразу. Ну вот, посмотрел свингер, просто, просто свингер сломала. Ну вот, сейчас буду перебрасывать. Ну, точнее, не свингер, слава богу. У меня в прошлый раз свингер, когда я на десятку вытаскивал. Сейчас именно вот крепление свингера сломалось. Наверное, поставлю без свингеров, ребят. Поклюнуло, значит, на мед и белый поп-ап. Сисимура, фрукты. Все, ребят, пошел перебрасываться. Друзья, сегодня у нас охранник. Вот один охранник, вот второй. Мы взяли к себе собачку. И охранять, и решили на два дня ее покормить. И мясом, и кормом дели. Гера, хорошая собачка. Покажи, как ты кушаешь корм. Ой, молодец, собачка, молодец. Ребят, 20 минут седьмого. Такой костерчик разожгли. Сегодня у нас была охрана. Собачка такая. Лиса просто дважды посещала, но собачка круто ее отогнала. Наташа тоже греется. Холодно, ребят, ночью холодно вообще. Надеюсь, скажу честно. Ну, не то, что были поклевки, были пики сигнализаторов, но всех. Одиночные, двойные. Только один сработал. Я вам рассказывал, это было вот начало десятого. Поломал свингер, точнее, крепление свингера. Выхода рыбы было очень много, но результата ноль. То бишь, два пика, три. Тишина. Прави свингера, тишина. Ну, вот этот только что желтый. Сильный удар. Крепление свингера отлетает. Паровоз небольшой, ну, такой резкий. Я засекаю, и все. И пусто. Что будем делать? Будем дальше ловить. У нас еще есть целые сутки. Вот рыба очень много плещется, но пока ноль. Поменяю оснастки. И будем дальше ловить. Ребят, пол восьмого утра. Все, оснастки я поперезакидывал. Кстати, надо сейчас это подкрутить. Подождите, что-то я... Оснастки поперезакидывал, ребят. Собачка вот у меня. Красавица. Я поехал на лодочке, поплавал. А она у меня кашу вытащила. И давай ее хавать. Айс. Яра. Ай-яй-яй-яй. Какая ты охранник наш сегодня. И завтра будет охранник. Смотри, какой. Ой-ой. Ну, а с каши. Я для нее костер даже поближе подвел. Ребят, поклевки были, я же говорю. Сплошные пики, а результата никакого. Ну, и один, конечно, был серьезный. Просто разбил свингер. Пришлось убрать. Видите, теперь я без свингеров. Ну, в принципе, так слышно. Давайте, что-то будет интересное, сразу наберу, включу, посмотрим. Ребят, половина десятого. Погода, честно, сказка. Даже, можно сказать, огонь. Штильг, это, конечно, не очень хорошо. Ну, а так, если так отдохнуть, честно, приятно очень. Единственное, но, ни у кого не клюет рыба. Ни у кого. Вот такая природа красивая. Солнышко. Вот так вот мы находимся. Костер разжигали. Охрана вот у нас такая хорошая. Ну, мы еще на одну ночь продолжаем рыбачить, так что все еще впереди, надеюсь. Добрый вечер, ребята. Продолжается второй день нашей рыбалочки. Днем не снимал, погода менялась, я чувствовал не очень хорошо, но остались дальше на ночь, на второй сутки. Посмотрим, что нам даст. Рыбы пойманной не было, как у нас, так и у ребят. Закормились. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, и утром результат. Возможно, если получится, с ними вечером. Ребят, время без 15.11. Вот ребята приехали еще одни. Одни уехали. Было 4 команды, стало 3. Рыбки никто не поймал. Ребята только единственного хищника половили, там щучку поймали одну. Вот так у нас огонь горит. На улице прохладно, но с вечным огнем тепло. Поклевок не было, ни у нас, ни у ребят, ни у тех, кто приехал, ни кто еще, кто остался, те, кто уехали. Погода, огонь, сказка, грубо говоря, весна. А рыба не клюет. Так что, ребят, как бы, моей вины нет. Если бы только у одного у меня не клювало, это одно. А когда приезжают люди, ни одной поклевки, и тоже другие со мной сутки, вторые там находятся, и нет поклевки, так что, ребят, шал. Вот со мной охранник. Смотри, тебя показывает. Что делать? Обидно, конечно, рассчитывал закрыть карповый сезон, там поймать рыбы. Может, какой-нибудь трофей поймать. Ну, к сожалению. Может, и не закрыть, а значит. А может, и закрыть. Посмотрим, ребят. Будем ждать дальше. я включила. Держи. Поднимаешь? Угу. Поднимаю. Давайте, сюда подходим. Мне подходим. Мне нужно быть, да? Поднимаю. Вот. Взрывы. 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 Надо расцветить. Ага. Чуть-чуть подплепить. Взрывы. Не так ферк включается. Не на требованиях. Взрывы в занятии. Да куда ты потащил его? Ты вообще что ли не видишь? Вообще не видишь. Ты не можешь. Какой мимо? Ты утащил его. Потому что я одной рукой здесь. Ребят, ну слава богу. Что-то поймали. Амурчика. Поймали мы ребята. На сливу. На. Сюда положил. Поймали на сливу. Кстати, зеленый видишь? Давай удочку. Смотри. Поймали на сливку. Вот стандартно за нижнюю губу смотрите. Бойло нет. Это была вторая поклевка, да сегодня на зеленую. Я перебрасывался, кстати. Монтаж онлайн. Так, ребятки. Стоп. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Монтаж. Тихо. Тихо, тихо. Поймали. Тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Отдыхо. Я не знаю, что они идут, но откуда можно. Весы принести? А? Весы? Принести весы. Ребята, мы сейчас, наверное, этим весим. И мат отнимем. Сколько там? Шесть двести. Шесть двести. Ну вот, и мат отнимем. И посмотрим, сколько будет. Да, свершилось. Весы. Я не знаю, сколько мат. Вот такая... Весы. Весы. Тебе черный? Весы. Весы, вверх. Весы. Весы, вверх. 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 ну да он как-то это качается понимаешь может хавать на оснастку но еще не проглотил снимаю но ничего не видно не видно в видео не видно не на то что клюет это сто процентов но я не знаю как будто он на меня пошел в том-то и дело что он у тебя провис так что он гуляет а ты даже точно будем жить проводим опять лишь опустила совсем ребят подсалки си смотрим леска провисла и решили понять рыба сидит оказывается такая неплохая вы знаете карп и такой даже неплохой вот видишь почему как это свиньеры почему у тебя фонарь не гает нормально это получается не оранжевый тоже плывал что ли у меня было вообще провис туда идти ты на воду можешь ни одной рукой так неудобно что-то не видишь что ли помогаешь а когда он ты не видишь где у меня это вообще неудобно он тяжелый я сразу второй амур дуплетом поклевку вообще не увидели потому что нету свингера я говорил вчера поломала меня рыба свингер вот увидели по лесу леса слабышей ходила туда-сюда и наизатор не пищу вот второй мурчик попался он боком ребят поэтому очень тяжело моего вытаскали видео все они сняли от нас к также инлайн а нет безопасной клипсы давай туда смотри за девочку марки бери этот мешок сразу не сей мешок положил сам растер сам расстегнешь ребят смотрите вот сразу вторят второй амурчик сразу подряд ребят значит амур у нас получается был 6 200 минут сейчас весы принесу вот этот устал реально так ребят значит амур у нас получается был 6 200 минут килограмм 500 сейчас этот мы посмотрим ну это примерно такая же такой же мешок 300 грамм весит ребят они братья я 200 ребят их 2 мурка 200 все выключать ребят значит в течение 10 минут было поймано два амура один амур плюнул как все полагается мы вытащили весили его 5 200 сложил я удилище подготавливать хотя в коснацке случайно посмотрел на второе удилище смотрю леска провисшая но двигается штиль сейчас полный ветра нету и она двигается как сигнализация сфингер был поломан и не было такого движения что опустила натянула решили просто взять подсечь потому что действительно леса двигалась вытащили сразу грубо говоря был дуплет вытащили сразу второго амура взвесили 5 200 значит какая-то стайка подошла возможно может быть и будет еще поклевка спасибо ребята от нуля ушли ребят доброе утро время 7 утра заканчивается наша рыбалочка двухдневная вот так выглядит наше утро утром поклевок не было наши соседи девчонки ничего не поймали вроде бы вот наш охранник пойти как песик какой песик ребят здесь корм деле это вот для активных собак 8 видов есть этого корма сейчас покажу как едят собаки если высыпал высыпал килограмм бы собака бы съела бы весь этот корм давал в течение двух двое суток у меня было два пакетика так если кому-то надо там для охотничьих собак корм алтайский реклама занимаюсь лично я обращайтесь в контакте номер телефона есть про корм расскажу посмотрите как кушает собачка давали ей колбасу мясо и корм на корм налетает на просто просто сумасшедший она видите даже про просто не смотрит она его просто есть как ненормально скажу честно собака овчарка корм очень сильно нравится хвостом виляет то говорит что корм не ест собаки его просто едят особенно овчарки протеина него 28 жиров 14 для активных собак на основе говядины ребят видите корм съела право на бедно и ожидается такой степени вкусом что на него просто просто разметает и далее вчера мясо она не такой ела как ладно вернемся к рыбалке ребят в итоге мы в итоге мы поймали две рыбки два амура это был дуплет видео увидите еще были поклевки ну чисто пике но самое главное ребята от нуля ушли от нуля ушли ребят сейчас будем собираться сегодня пораньше собираемся семейные дела у нас вот мы взяли собачку на двое суток ребята у нас собачка мы решили приобрести тоже собачку а какую вы увидите я думаю уже в следующем сезоне рыбалки сейчас она маленькая два месяца мы тоже берем небольшую породу но будем брать с обязательно рыбалку для звоночка я что покушал покушал значит была поймано на это удилище зеленая оснастка была значит варенка лихоносовых и слива и второе мор был пойманной на другой точке вот на это синее удилище значит оснастка была мидии мясо и сверху у папчик динамита соус мясо сработало то бишь цвет белый там значит слива если у нас получается когда-то у нас коричневая здесь белый цвет как я заметил на этом водоеме по холоду он очень сильно работает все ребят спасибо будем ждать поклевок утренних и собираться ребят ну что все выезжаем с водоема наверно карповый сезон я закрыл ну возможно может на каком-нибудь другом водоемчик возьму пару удилищ поеду если будет теплая погода двое суток было поймано два мурчика 5 205 килограмм поэтому как бы довольны что ушел от нуля значит следующий у нас сезон начнется без нулей ребят ну все сажусь машину до свидания смотрите видео видео хорошее что Субтитры сделал DimaTorzok